Привет, друзья! Сегодня мы с вами приготовим легендарные фиш-энд-чипс. Никто не знает, когда это блюдо было изобретено и придумано в Англии. Но все достоверно знают, что в 1860 году фиш-энд-чипс начали продавать первый раз. И с этого момента это блюдо завоевало весь мир. На сегодняшний день Англия считает, что это их национальный продукт. Они очень гордятся им. Например, мы несколько лет дожили в Испании, в городе Бенедорм. Так вот, туда приезжает огромное количество англичан. И вы себе представить не можете. Вместо того, чтобы искать рестораны, где продают паэлью, они все ищут фиш-энд-чипс. Они их кушают в Англии, они их кушают в Испании, они их кушают во Франции. Везде ищут свои любимые фиш-энд-чипс. Итак, давайте их приготовим. В начале этого видео вы, конечно же, увидели фотографию готового блюда, которое мы с вами сегодня сделаем. Главное, это картошка фри и рыба в кляре, которая обжаривается во фритюре. И различные соусы на усмотрение, скажем так, шеф-повара. Но, как правило, это используется соус тартар, который мы с вами сегодня приготовим. Вот, посмотрите, необходимые ингредиенты для этого. Каперсы, огурчики, анчоусы, ну и так далее. Это наш замечательный майонез, который мы делали самостоятельно. Внизу стоит ссылка. Пожалуйста, посмотрите, как его делать. Я пользуюсь только домашним майонезом. Затем они используют пюре из горошка. Это тоже является национальной традицией, когда кушают фиш-энд-чипс. Я его сегодня приготовлю из свежего горошка. Но вы можете также его приготовить из мороженого. В принципе, большой разницы в этом нет. Итак, чтобы приготовить рыбу во фритюре, так скажем, много ума не надо и времени. Одно вот, приготовить правильно чипсы, жареную картошку во фритюре, вот здесь нужно постараться. На сегодняшний день многие рестораны предлагают картошку фри. Вот я почти уверен, что вы бываете в разных ресторанах, пробуете эту картошку фри и говорите, «Ум, какая здесь она вкусная!» В другой ресторан пришли, ничего не пойму. Ну, красиво выглядит все, но совершенно безвкусно, просто как вата внутри. Так вот, мы сегодня с вами приготовим настоящий ресторанный рецепт. Это будет картошка просто загляденье, очень вкусная, сочная. Ее можно будет кушать просто самостоятельно, даже без всякой рыбы. Итак, что нам для этого нужно? Нам нужна, во-первых, правильная картошка. Вот, посмотрите. Она в настоящий момент у меня не такая большая, она бывает и побольше. Здесь, главное, сорт картошки. Это Морис пир. Для чипсов это идеальная картошка. Итак, что мы будем делать? Первым делом мы ее сварим. Да-да, сварим. Мы ее будем бланшировать достаточно долго, в течение 33 минут. Так вот, давайте начнем. Я вот поставил воду. В воду я добавляю практически столовую ложку соли. И это очень важный момент. Сделайте воду, чтобы она была такая приятно соленая. Но если вы любите картошечку посолоней, можете добавить и больше. Именно то, что картошка будет вариться в соленой воде, она придаст, во-первых, мягкость картошки. Особая, скажем так, она разобьет структуру картошки, и она станет пористой. Тем самым, когда мы ее опустим во фритюр, картошка получится хрустящая, нежная, мягкая. Вот. И самый главный момент, то, что мы почему добавили соль, картошка будет солоноватая. То есть, когда вы ее будете кушать, нет необходимости ее досаливать, скажем так, использовать какие-либо соусы. То есть, просто картошечка, она будет великолепна. Так вот, мы посолили с вами, я попробую. Нам нравится, чтобы картошечка была выразительная. Добавлю еще. Добавлю еще. Вот. И еще добавлю. В общем, получается где-то 2 полных столовых ложки. Еще раз повторюсь, вы можете добавить на свой вкус. Если любите, чтобы картошечка была повыразительнее, пожалуйста. Так вот, что мы делаем? Делаем чипсы. Вот так вот. Очень все просто, я вам сейчас покажу. Так. И вот так вот. Раз, раз. В принципе, можете не заморачиваться по поводу формы. Это сорт картошки, он замечательный. Замечательный. Он не разваливается, не рассыпается. Ну, конечно же, если в ваших супермаркетах этого сорта картошки нету, используйте любую картошку вот такого цвета. Красную картошку не надо использовать, потому что ее, как правило, делают для запекания в духовке. Она очень рыхлая и не подходит для чипсов. Количество картошки тоже определяете в зависимости от количества гостей, которые у вас будут. Если у вас, допустим, будет два человека за столом, то используйте, например, штук шесть-восемь небольших картошин. Если у вас будет десять человек, то, конечно, надо побольше. Учитывая, что этот продукт жарится во фритюре, он, как правило, очень сытный, и много его не скушаешь. Ну, конечно, если под пиво, отличная компания, прекрасная погода на улице, то, конечно, и весь вечер можно эту картошечку грызть. Не делайте ее сильно тонкой. То есть нам не нужно, чтобы она пересушилась. Нам нужно, чтобы внутри она была нежная, мягкая и кремовая. Именно правильная приготовленная картошка фри будет невероятно вкусна и привлекательна для ваших гостей. Итак, что мы делаем в следующем моменте? Мы берем эту картошку и моем под холодной водой. Наша задача смыть крахмал, который выделился. В общем-то, этого достаточно. И теперь мы ее в кипящую воду опускаем. И варим в кипящей воде. Можете сделать чуть-чуть тише, но она не должна, скажем так, заклекнуть, она не должна стоять в кипятке. Она должна реально вариться. Варите 30-33, можно и 35 минут. Да-да, именно вот столько времени. А потом мы ее вытащим и дадим ей отдохнуть. Минимум, сколько вы можете дать, допустим, если вы планируете сегодня готовить, то не менее 2-3, а то и 4 часов, чтобы ваша картошка остыла. Я, например, предпочитаю делать все заранее. Например, если вы знаете, что завтра у вас паки, и вы собираетесь делать фиш-энд-чипс, то картошку вы сделаете за сутки, за ночь ранее. Вот, например, смотрите, что я сделал. Я вчера эту картошку нарезал, сварил и оставил на ночь в холодильнике. Вот она, видите, какая она практически была сваренная, но в то же время, смотрите, она очень плотная. Она держит свою форму, и при этом у нее остался еще, скажем так, сок, ну, естественная жидкость, которая сгруппируется и внутри, когда она обжарится во фритюре. Вы увидите, что будем делать дальше. Это замечательное блюдо, это замечательное блюдо, фиш-энд-чипс, в Англии подают с мальт-винегар. Мальт-винегар – это солодовый уксус. Вы, наверное, знаете, что такое солод. Солод – это проросший ячмень. Он проходит процесс ферментации, и из него делают пиво, квас и виски. Естественно, квас в Англии не делают, но виски и пиво они делают. Так вот, они подают в мисочках уксус, и они макают просто в уксус чипсы или же рыбу. Но также они маринуют свежий лук. Вот, например, вот лучок наш, да? Сейчас мы его с вами замаринуем в уксусе, в яблочном. Кстати, если у вас нету мальт-винегар, солодового уксуса, используйте обычный. Нарезаем крупными кусочками лучок. Кстати, нечто подобное мы делаем для своих шашлыков. Наверняка многие знают это. Ложим в мисочку. Так. Сыпем соль. Не жалейте соли. И заливаем уксусом. Прямо вот так вот. И дайте ему постоять. Вы, кстати, можете замариновать лук вместе с картошкой. Когда будете варить картошку, и вы дадите ей 2 часа отдыха, вы можете одновременно и лук замаривать, чтобы он тоже отдохнул, напитался уксусом в течение этих 2-3 часов. Но еще раз я вам повторю. Лучше всего картошку. Делайте за ночь ранее. Следующий этап. Подготовим горох. Я использовал свежий горох. Вы, конечно же, можете использовать обычный горох. Мороженый. Это, конечно, никакая не проблема. Но если у вас есть сезонный горох, сладенький, вкусненький, это, конечно, лучше всего. Мы горох соль почистили. Немного позже мы будем его готовить. Вы посмотрите. Уберем с торопки. Наша картошка варится. Вот прошло уже больше 20 минут. Давайте посмотрим. Смотрите-ка. Видите? Она все еще целенькая. Вот. 20 минут прошло. Варим еще 13 минут. Следующий момент. Очень важный момент. Мы с вами сейчас будем делать знаменитый соус тартар. Это французский соус. Кстати, очень вкусный. Прекрасен с рыбой. Вот что нам для этого нужно. Нам нужны соленые огурчики, каперсы, это филе анчелос, майонез, одно яичко, укроп, петрушка, чесночок и лук-шалот. Ну, давайте начнем. Я думаю, что на количество, которое я собираюсь сделать, такого количества шалотов будет достаточно. У меня, видите, большая луковичка. Если маленькие луковички, используйте две. Режем меленько. Чем мельче, тем лучше. Так. Замечательно. Следующий этап. Огурчики. Именно огурцы и каперсы дают тот самый замечательный вкус, и который очень хорошо сочетается с рыбой. Так же режем меленько. Ну, думаю, достаточно. Я вам сейчас дам хороший совет. Когда вы будете резать огурчики, их надо выжать от сока. Потому что, если вы оставите сок, то ваш майонез, он может быть слишком жидким. Следующий этап. Каперсы. Каперсы тоже самое. Отожмите от сока. В них очень много рассола. Даже отжав каперсы и огурчики, все равно в них сохранилось достаточно много сока, который они отдадут майонезу. Пропорции сами определяйте. Если вам нравится вкус каперс, добавьте их чуть побольше. Если вам нравятся больше огурчики, добавьте больше огурчика. Но обязательно ничего не исключайте. Каперсы и огурцы вместе. Это просто невероятный вкус. Очень, 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 очень выразительный и вкусный. Следующий момент. Многие не ложат анчоусы в тартар соус. Но мы у себя в ресторане их ложили. Они дадут замечательный ферментованный вкус рыбы. Так же меленько их порубите. Если вы попробуете с анчоусами, то вы уже сами тоже будете определять количество в вашем соусе. Вы хотите побольше анчоусов или меньше. Делайте эксперименты. Придерживайтесь базовых продуктов, придерживайтесь базового рецепта. Но пропорции вы можете определять самостоятельно. Хорошо. Затем яичко. Кстати, тоже многие не ложат яичко. Мы в ресторане ложили. Он даст более хороший, интересный, полный вкус. Желток я просто так вот разминаю. А белок меленько-меленько-меленько рубим. Я вам рекомендую делать тартар-соус тоже заранее. Так, чтобы он хотя бы постоял час-полтора до того, как вы его подадите. Но если вы его сделаете сразу и подадите своим гостям, это тоже не будет плохо. Но вы понимаете, что в любом случае, когда вы даете возможность постоять соусу с разными ингредиентами, вы даете возможность ему напитаться и обменяться своими вкусами. Отлично. Следующий этап. Добавим немножко зелени. Я добавлю сюда петрушку. Петрушка, как правило, всегда добавляется в тартар-соус. Также я добавлю укроп. Укроп можете добавлять, можете не добавлять по вкусу. Еще очень хорошо будет звучать там эстрагон. Если вы не пробовали, это тархун. Вкус тархуна. Он тоже интересный аромат. Вообще, пытайтесь развиваться в кулинарии и во вкусах. Делайте эксперименты. Пробуйте разные продукты. Хорошо. Можно добавить еще немножко зеленого лучка. То есть у нас с вами получается такая салса. Салатик. Он с вашим чипсом фиш будет излучать просто великолепно. Теперь добавляем наш домашний майонез. Майонеза не жалейте. Но вот эта порция, которую я сейчас сделал, вы видите, что она достаточно большая. Этой порции хватит, чтобы накормить, ну, в среднем 4 человека. Видите, у меня майонез немножко жидковатый. Мы специально делаем майонез, чтобы он был менее жирный. И поэтому, если бы сейчас у меня остался сок от каперс и огурчиков, то майонез стал бы еще жиже. А в настоящий момент, видите, он какой хороший. Как он красиво выглядит. Так. И мы еще добавим вот что. Цедру лимона. Совсем немножко. Так. Хорошо. И сок буквально немножко, меньше половины лимона. Попробуйте сделать по такому рецепту. Вам очень понравится. Песня. Просто обалдеть. Черный перец. Не жалейте. Наш тартар соус практически готов. Но в последний нюанс добавим зубчик чеснока. Можете, кстати, чеснока добавить больше. Опять же, все делайте по своему вкусу. Так. Я добавлю чуть больше чеснока. Рецепт тартар соуса я дам внизу под видео. Перепишите его и попробуйте сделать. Напишите мне свои комментарии, понравилось или нет. Итак, наш соус с вами готов. Мы его должны обязательно поставить в холодильник. Потому что основа этого соуса майонез. А майонез не любит тепло. Он любит прохладу. Вот смотрите, что я сделал. Я закрываю пленочкой. Закрыли. И в холодильник. До того момента, когда вы начнете сервировать свою готовую рыбу и чипсы для своих гостей. Вот в этот момент вы достанете тартар, положите его в какие-то креманницы или же в салатницы. И подадите своим гостям. В конце видео вы увидите, каким образом мы подавали это в ресторане. Да. Давайте теперь посмотрим, что с нашей картошкой. Прошло 33 минуты. Вот смотрите. Вот наша картошка. Что вы должны с ней сделать далее? Прошло 33 минуты. Она до сих пор держит свою форму. В принципе, можно поварить еще больше. Если вы такой экспериментатор, можете поварить минут 35, может быть 40 минут. Чтобы добиться, чтобы она начала слегка даже разваливаться. Именно когда она начнет трескаться, вот тот самый будет хрустящий вкус после вашего фритюра. Ну, мы любим вот в таком состоянии. В ресторане мы не позволяли, чтобы она полностью рассыпалась. Итак, смотрите. Я ее ложу на лист, на бумагу. И даю ей остыть. Она будет оставать минут 20-30. После этого, ваша задача убрать ее в холодильник на 2-3 часа. Но если вы уберете это и поставите ее охлаждаться на всю ночь, это будет гораздо, гораздо лучше. Результат на следующий день будет поразительный. Вот так вот. Это первый этап нашей замечательнейшей картошки фри. Сейчас мы с вами приготовим бата. То есть, на английском языке звучит именно так. На самом деле, это кляр. Мы сделаем вкуснейший кляр, когда наша рыбка будет вся такая хрустящая и вкусная. Что нам для этого понадобится? Вот, смотрите. Простая питьевая вода, светлое пиво, водка, мука, рисовая мука и разрыхлитель. По поводу рисовой муки, вы, наверное, сказали. Но ты, блин, и сказал. Где же мы возьмем-то рисовую муку? Все очень просто, ребята. Рисовую муку сделаем самостоятельно из обычного риса. Вот, посмотрите-ка. Это обычный круглый рис, из которого мы делаем с вами плов. Мы берем его в кофемолку и полностью разбиваем. Вот, смотрите. Вот, что мы получили. Меленькая мука. Скажем так, крупного помола. Давайте ее сюда насыпем. И начнем делать наш кляр. Соотношение следующее. Мы берем один стакан обычной муки. Давайте ее просеем. Это лучше всего делать так, чтобы мука набралась воздуха. Была нежная. Итак, мы просеяли с вами стакан муки. И нам нужно полстакана рисовой муки. Получается один к двум. Также просеиваем. Даем возможность муке наполниться воздухом. Нам нужна пол чайной ложки разрыхлителя. Кляр должен быть приятно соленый. Он не должен быть пресным. Итак, следующий этап. Один к одному. Мы добавляем воду. Воду и пиво. И в среднем где-то грамм 20-25 водки. Водка даст нашему тесту, нашему кляру, хрусткость. Он будет очень такой ломкий, хрустящий и в то же время нежный. Так. Наливаем где-то полстакана пива. И мешаем. Мешаем. Чуть-чуть еще. Обычная питьевая вода. Если у вас есть вода с газом, тоже будет прекрасно. Мы должны получить тесто, как для блинов. Оно не должно быть слишком густым. Ну и в то же время не должно быть слишком жидким. Добавляем немножко водки. Ну, грамм 20. Хорошо. Немножко пива. Моя рыба еще не готова. Я через несколько минут буду заниматься рыбой и готовить ее для жарки. Поэтому я кляр делаю немножко заранее. То есть, в принципе, вы можете сделать кляр, ну, за час до того момента, как вы будете у него опускать рыбу. Допустимо даже оставить его на ночь. Тоже не проблема. Если вдруг вы все-таки не имеете время на следующий день, и вам нужно все это заранее приготовить, пожалуйста, делайте. Ну, если вы обратили внимание, это делается буквально за несколько минут. За несколько минут. Две-три минуты и все. Очень простой рецепт, но в то же время этот рецепт отработанный. Он, скажем так, прошел Крым и Рым. Он показал свой замечательный результат. Тесто наше готово. Вот, обратите внимание, какая у него густота. Видите? Вот. То есть, оно и не жидкое, но и не густое. Теперь мы можем отложить его в сторонку. Она нам понадобится позже. Сейчас поговорим о рыбе. Это морской окунь. Я сегодня буду делать морского окуня fish and chips. Традиционно рыбаки в Англии еще сто лет назад использовали любую морскую белую рыбу. То есть, важно, чтобы рыба была морская. У нее нет кости в мякоти, в филе. Допустим, если вы возьмете карпа, то, конечно, карп не подходит для этого блюда, потому что он слишком костливый. Поэтому мы используем филе любой белой рыбы. На сегодняшний день в ресторанах, в основном, конечно, подают треску. Но допустимо использовать и камбалу, и другие сорта морской рыбы. В моем случае, вот у меня оказалась вот эта замечательная рыбка, морской окунь. У нее замечательное тоже плотное филе. Поэтому я использую его сегодня. Надрезаем ее, вот видите, возле жабр. Вот за этим плавником. Я с нее не стал снимать чешую. Живот не вспарываю. Вот так вот. Берем сюда и под косточки спускаемся вниз. Вот так вот. Вот так вот. В этом месте, под косточки, проходим. Бам! Видите? Я проткнуваю. И пошли вот так вот. Переворачиваем. Делаем то же самое. Так вот. Пробиваем. Снимаем. Теперь понемножку. Вот, смотрите-ка. Снимаем флеш. К слову, мякоть. Вот так вот. Но в то же время, не трогаем ребра. Отлично. Вот она, замечательная, красивая рыба. Пока я сюда. Делаем то же самое с этой стороны. Так, так, так. Для этих целей лучше использовать рыбный нож. У него лезвие немножко загнуто в эту сторону. Ну, у меня на кухне его не оказалось, поэтому я использую обычный нож. Кстати, тоже выбирайте, чтобы лезвие было тоненькое. Видите? И нож должен быть острым. Ручка должна быть очень хорошая, крепкая, чтобы вы могли ее держать в руке. И нож не скользил. Вот у нас получились два филетки. Эту рыбу не обязательно выбрасывать. Можете сделать из нее уху. Например, отделить голову, выпотрошить. Даже, может быть, пожарить. Как вам нравится. Но в моем случае я уже не буду этим заниматься. У нас и без того много работы. Поэтому давайте закончим с этим филе. Вот обратите внимание. И у трески, и практически у всех рыб, вот здесь у нас находятся такие жесткие, твердые косточки. Вот их нужно удалить. Прямо вот так вот пальцем проходитесь, и вы почувствуете. Следующий этап. Мякоть отделяем от шкуры. Замечательное филе, которое мы с вами используем для кляра. Следующий кусочек. Конечно, все намного проще, если вы просто купите готовое филе в рыбном магазине, и не будете так заморачиваться. Но я вам это показываю для того, чтобы, если вдруг вам попадется целая рыба, чтобы вы знали, что с ней сделать. Так. Отделяем. Держим за хвост ее. И отделяем. Нож должен быть острым. Следующий момент. Что мы должны сделать? Сразу жарить мы ее не будем. Сейчас мы должны ее посолить. Благодаря соли она станет плотнее, отдаст свою жидкость лишнюю, и мы ее потом промокнем, и уже будем пускать в кляр. Ну, пусть полежит в соли минут 15-20. Смотрим. Вот так вот. Итак, следующий этап. Сейчас мы будем с вами греть фритюр до 150-160 градусов. Мы будем с вами бланшировать картошку. Это будет первый этап ее обжарки. Вот сейчас я поставил греться масло. Помните, что нужно использовать именно рафинированное масло, а не рафинированное нельзя, потому что оно слишком будет кипеть, даст большую пену, и оно не будет выдерживать высокой температуры. Именно рафинированное масло. Подсолнечное масло будет отлично, или любое другое овощное масло, рапсовое или какое-либо другое. Итак, вот я поставил кастрюлю, масло, термометр. Обязательно нужно иметь термометр, потому что на глаз делать это все неправильно. У вас вы не получите правильной температуры. Если вам нужно 150 градусов, только термометр вам поможет в этом. Итак, сейчас мы с вами начнем делать пюре из горошка. Ну вот, нам что для этого нужно. Нам нужно оливковое масло. Немножко. Лучок. Я использую шалот, раз он у меня остался. Очень приятный, вкусный лук. У него хорошая-хорошая консистенция, отличная. Так, чесночок. Смотрите за огнем, так, чтобы у вас не подгорело, но в то же время и не лежало на теплой сковородке. Нам нужен выделенный аромат, вкус. Вот, оливковое масло. Добавим немножечко сливочного масла. Так, и пускаем на шок горошек. Обжариваем горошек. Добавляем немножко соли. Солим по вкусу. Перчим, где мой перец. Ступка, перец. Зашибись. Немножко обжарилось. Добавляем кипяченую воду. Вот так. Тем временем, когда у вас готовится горошек, мятные листы. Обязательно нам нужны мятные листы. Листы мяты. Режем их беленько. Мы их добавим, когда соус будет готов. Ну вот, где-то вот так. Нам еще понадобится 1-2 зубчика чеснока, который мы выдавим, когда будет готово. Борщ огня. Хорошо. И нам понадобится еще лимон, сливочное масло и немного сливок. Свежий горох немножко дольше варится, в отличие от мороженого. Потому что после глубокой заморозки, как правило, все продукты становятся намного мягче. Еще буквально пару минут, и он будет мягким. То, что нам нужно. Вообще, старайтесь не переваривать овощи. Если вы готовите что-то из моркови, то старайтесь, чтобы она хрустела. Вообще, переваренные овощи – это уже прошлый век. Так готовили в Советском Союзе. Сейчас современная кулинария не допускает этого. Я бы сказал, что азиатский принцип приготовления овощей – это на сегодняшний день самое здоровое направление. Потому что именно в Китае, в Таиланде, ну, вообще в Азии, они готовят очень быстро. Высокая температура, и овощи получаются полуэсвежие. Так, наше масло подходит. Горох тоже. Давайте опустим первую партию картошки. И будем ее бланшировать. В среднем 5 минут. Ну, вот эта вот порция в среднем на 2-3 человек. Можете сразу ее использовать. Опускаем. Вот видите, у меня 150-160 градусов. Вот так вот. Теперь включаем таймер. 5 минут. Пошли. Помните, никогда не наливайте полную кастрюлю масла. Всегда у вас должна оставаться половина кастрюли. Если вот у меня эта кастрюля 3,5 литра, я налил 2 литра масла. И вот у меня остается еще где-то сантиметра 4 для возможности его расширения и кипения. Наша картошечка бланшируется. Осталось еще почти 3 минутки. Вот, видите, она начинает подрумяниваться. Но нам не нужно, чтобы она поджаривалась. Нам нужно сейчас, чтобы она прогрелась. Потому что мы ее уже всю ночь держали в холодильнике. Нам нужно, чтобы она прогрелась. Слегка приобрела, скажем так, легкий цвет. И была готова, когда мы ее опустим в 180 градусов. Вот в тот момент, в течение 4-5 минут, она превратится в хрустящий, замечательный брусочек, который нам очень нравится. Посмотрим, что у нас здесь происходит с горошком. Он уже почти готов. Вот, то, что нужно. То, что нужно. Он еще упругий, но в то же время он уже готов. Добавляем немножко сливок. Буквально 2-3 столовых ложки. Чуть-чуть увариваем. То есть, фактически, мы делаем как бы пюре и не пюре. Мы в ресторане его блендером буквально в пасту молим. Обалдеть, как вкусно. Все, соус наш готов. Сейчас мы его доведем. Картошка тоже подходит. Что у нас осталось? 2 секунды. Соус убираем, плитку выключаем, картошку вытаскиваем. Мы с вами сегодня работаем, как на профессиональной кухне. Одновременно готовим сразу несколько блюд. Итак, смотрим. Видите, что я сделал? Сейчас вот мы оставляем еще ну, на 20-15 минут. Пусть она отдохнет. То есть, вы понимаете, да? Вот ваши гости пришли к вам. У вас картошка была заранее приготовлена. Вы подготовили... Я вам сегодняшнее видео дал именно поэтапно. Как нужно двигаться. Первое – картошка. Потом вы маринуете лучок. Дальше делаете все эти соусы. Соус с горохом делайте в последнюю очередь. То есть, буквально перед его подачей. Вот мы сейчас закончили бланшировку. Через 20 минут мы будем заканчивать полностью наше сегодняшнее меню. То есть, мы будем полностью готовить окончательный вариант. Будем жарить и рыбу, и картошку. Еще один момент. Я вам рекомендую пользоваться двумя кастрюлями. В одной кастрюле вы будете жарить картошку, в другой кастрюле вы будете жарить рыбу. Для того, чтобы вы одновременно достали из горячего масла и картошку, и рыбу и положили сразу ее на тарелку, чтобы это было все одновременно хрустяще, симметрично. Ну, конечно, если для вас это все напряженно или по деньгам, то, конечно, используйте большую кастрюлю. Вот, например, у меня здесь 5-литровая кастрюля. В ней я налил 3 литра масла. Вот в ней, конечно же, можно, при 180 градусах будет у нас дожариваться и картошка. И при 180 градусах у нас будет с вами жариться рыба. То есть, одна и та же температура. Поэтому вы можете сначала положить картошку, потом рыбу. Рыба жарится быстрее, чем картошка. Хорошо. Итак, давайте закончим с нашим пюре. Вот мы его помяли. Вот так вот. Она у нас получилась не жидкая, но в то же время и не сухая. Добавляем небольшой кусочек масла. Буквально пол столовой ложки. Можете добавить больше. Смотрите, это же на ваш вкус. Вот так вот. Это пюре допустимо подавать теплым. Но, в принципе, вы можете его и подогреть, если вы хотите. Только сильно не грейтесь так, чтобы масло не разошлось. Но, видите, у нас получается как бы больше на соус похоже. То есть, она соединилась со сливками и получился такой вид соуса. Хорошо. Следующий момент. Добавим немножко сок лимона. Буквально чайную ложку. Выдавливаем зубчик чеснока. Хорошо. Опять же, если вы любите больше чесночка, попробуйте вообще сначала это пюре, как оно вам понравится. Возможно, вы добавите больше чеснока. Так. И последний этап. Это наша мята. Вот сейчас в теплом горохе мята раскроется в течение буквально 10-15-20 минут. Это будет невероятно вкусное и ароматное пюре. Блин, ну, вообще, очень вкусно. Ну, вообще, нереально. Мне очень нравится. Вкус масла. Он невыразительный. Чесночок, мята, лимонный сок. Замечательно. Сливки. Ребята, попробуйте. Попробуйте. Это очень вкусное блюдо. Ставим его в сторонку. Следующая наша задача. Греем фритюр. Встречаемся через пару минут. Ну что, идем к финишу. У меня две кастрюльки масла. 180 градусов в каждой. Я опускаю картошку в маленькую кастрюльку. Большую кастрюлю я оставил специально для рыбы, для того, чтобы ей не было тесно. Так, аккуратненько. Все. Теперь она будет жариться в среднем минут 10. При температуре? Температура 180 градусов. Даже может быть 190. Жарьте ее до того состояния, которое вам нравится. То есть до такой хорошей коричневой корочки. Следующий момент. Наша рыбка. Вот смотрите. Наш бата. Наш кляр. Так. Все. Филетки я, как вы видите, порезал напополам. Для того, чтобы не было слишком большого куска. И, в общем-то, удобнее было кушать. Вот. Берем мука. Так. Лишнюю струсили. И в кляр. Так, чтобы он полностью, полностью обволок нашу рыбу. Даем возможность стоп-стекла. И опускаем. Вот так вот. Следующий кусочек. Точно так же мука. Лишнюю убираем. Кляр. Опускаем. Сразу не бросайте. Это она может прилипнуть ко дну. Они могут вот так вот соединиться. Но, в принципе, они уже, видите. Уже каждый сам по себе плавает. Опускаем третий кусочек. Нежно. Да, нежно. Смотрим, что у нас здесь. Хорошо. Переворачиваем рыбку. Периодически. Вот так вот. Секунду подержали. И все. Она опять будет. Вот. Так вот. Перевернули. Хорошо. Смотрим, что у нас здесь. Помните, инструменты должны быть сухими. Вот. Вот она уже. Вот она подходит. Красавица. Еще минуты две-три. И все будет готово. Хорошо. А, хороша. Просто красавица. Больше трех кусочков не ложите. Наша задача, чтобы кляр быстро схватился и хорошо прожарился. Если вы положите много рыбы, то температура упадет. И хорошей курочки, какая нам нужна, вы не добьетесь. Лучше сделайте еще одну парку. Вот у меня сейчас жарится три кусочка. Фактически это три человека могут покушать. Картошечка фри. Тоже можно ее положить на трех гостей. Обратите внимание, что я пока жарю здесь, я уже подготовил тарелочку для нашей сервировки. Вот наш тартар соус. Это наш кетчуп, который мы делаем самостоятельно. Ссылка будет внизу под описанием. Это наше пюре. Это маринованный внучок уже готов. Лимончик. Получается, что сейчас картошка, рыба будут готовы. Вы сразу сервируете, бам, и ваши гости там хаппи. Картошка уже готова. Вот видите, она всплыла. То есть все. По сути ее можно уже доставать и сразу сервировать. Но нам нравится и вообще нашим гостям в ресторане. Они просили, чтобы она была больше поджарена, более криспи. И еще чуть-чуть осталось для нашей рыбы. Рыба тоже уже готова. Мы сейчас добиваемся того самого цвета. Обратите внимание, что я сделал. Я положил бумагу для того, чтобы излишек масла у нас ушел. Чтобы не было картошки такой жирной. Все, можем сервировать. Прямо так вот берете с бумагой. Раз. Отлично. Наша рыбка. Хорошо. Лимончик. Лимончик. И ложим маринованный лучок. Фишн чипс. Готовый. Вот смотрите, какая красавица. По традиции чешское пиво. Намечательное пиво. С этим блюдом пиво будет прекрасно. Особенно на природе. На природе это тоже возможно сделать. Если вы возьмете с собой газовую горелку, кастрюльку с маслом. Ох, прекрасно. Ну, за вас, друзья. Сейчас будем дегустировать. Трудовой день прошел. Отличное холодное пиво. Пробуем, что у нас получилось. Да ладно. Смотрите. Картошечка. Вот она. Не разварилась. Намечательная. Так. Это что-то. Хрустит, слышите? Картошечка хрустит. Внутри непресная. Такая слегка солоноватая. Я намеренно делаю не сильно соленую для того, чтобы использовать с различными соусами. Обратите внимание, что я сюда подал не вилку. Я подал сюда ложку. Ложка нужна для того, чтобы пользоваться соусом. Видите, они у нас фактурные. Для того, чтобы можно было взять их так. Так, смотрим, что у нас с рыбой. Смотрите. Какая корочка получилась. А вот она, внутри какая. Она как в капсуле. Она как в капсуле получилась. Сочная, нежная. Как же она пахнет. Повторюсь еще раз. Вообще, это все страшно геморрой. По-другому не скажешь. Все очень долго. Но вот это, когда вы получите все сделано своими руками. Невероятный кайф. И берем соус. Вот сюда. И смотрим, тартар. Просто двинусь мозгом. Исключительный вкус. Лучше любого ресторана. Я вам гарантирую. Вот этот кляр, ребята, он много лет искался. Я пробовал разные варианты в своем ресторане. Этот самый лучший. Не нужно никаких яиц. Не нужно никаких каких-то особых ингредиентов. Никогда не добавляйте мед. Многие добавляют мед. Говорят, что он будет цвет. Зачем? Какой еще цвет нужен? Посмотрите. Какой еще нужен нам цвет? Прекрасный. Золотистый, коричневый. Какой еще нам нужен цвет? Друзья мои, большое вам спасибо за просмотр. Я рад, что вы пришли опять на мой канал. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Не забудьте подписать уведомления о новых видео. Увидимся в следующий раз. До свидания. Вы уже видели, как выглядит чипс and fish, fish and chips. А это у нас остался наш кляр. Вы его можете не вливать. Посмотрите-ка. Вы просто его пожарьте. Вот так вот во фритюре. И можете подать мужикам к пью. Отличная закуска. Дети с удовольствием это кушают. Только не забудьте потом, когда будет готово, положить на салфетку, чтобы стек лишний жир. Ну вот, что у нас с вами получилось. Видите, какие симпатичные пирожочки. Они хрустящие. Их очень любят дети. Если вы их посыпите сахаром, то это будет замечательный десерт с чаем вечером. Нечто подобное продают в Испании. На улице. У них называется чурос. Тоже жарят во фритюре. Там, правда, немножко по-другому сделано тесто. Заварное тесто они используют. Но, в принципе, вкус и вообще идея, она именно такова. Ну, все. До свидания. Увидимся в следующий раз. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok